Это проект Смотри Хабаровск в студии Виктория Зыкова. Сегодня говорим о военной службе по контракту. У нас в гостях герой России и военный комиссар Хабаровского края Сергей Евлампиев. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, если мы сейчас для начала отвлечемся от официальных цифр, которые вот так вот по-человечески, сначала СВО, поменялось ли отношение к военным? Как вы себя чувствуете, как вы чувствуете на себе это и вообще к военной службе в целом? Знаете, тут как бы очень сложно говорить. У нас к военным в нашей стране всегда относились очень доброжелательно, очень всегда поддерживали, мы эту поддержку чувствовали и до начала СВО. Сейчас с началом проведения специальной военной операции это даже не удвоилось, утроилось, наверное, скажем так, то, как люди относятся. То есть просто звонят, спрашивают, чем поддержать. Знаете, было очень удивлено, особенно дальневосточники, они всегда отличались таким суровым характером дальневосточным. Даже ветераны в их действиях говорят, Сергей Николаевич, сам не могу, чем помочь? Ну вот вы вместе с другими героями России не так давно, у вас была акция в школах, да, то есть вы разговаривали с детьми, вот немножко об этой работе, на что направлено, что увидели, что почувствовали там? Ну, патриотическая работа, тем более сейчас в тех условиях, в которых находится наша страна, да, когда мы так, я не побоюсь этого слова, но окружены врагами, когда западный мир пытается нам навязать какие-то ценности, придумать новую историю. Патриотическая работа с нашей молодежью, наверное, одна из главных направлений по сохранению исторических каких-то ценностей нашего государства, тем более такие люди принимали участие, по которым по самим можно изучать историю, да, это Владимир Ильич Шарпатов, да, фильм «Кандагар» снят про него, я скажу честно, не то что дети, я сам, когда с ним познакомился, я говорю, Владимир Ильич, расскажи, как это было, я фильм смотрел, и, конечно, нашим детям, когда они вживую видят героя, когда они общаются с ним и могут задать вопросы не только какие-то официальные, да, ну, как, скажем так, в узком кругу пообщаться, конечно, это огромное, производит на них впечатление, детям мы даже уже говорили, дорогие ребята, все, у нас кончается время, отпускайте наших героев уже, да, просто очень эмоционально, очень гостеприимно было в Хабаровском крае, отметили это все, потому что вахта героев, она проводится по всем субъектам у нас Российской Федерации при поддержке администрации президента. На Дальнем Востоке, вот в Хабаровске у нас это проводилось впервые, и мы обязательно продолжим эту практику, все субъекты Дальнего Востока тоже поучаствуют, но очень теплый прием был оказан, вот... Ну, вот вы сказали, что дети могут задать неофициальные вопросы, мне кажется, дети официальные не умеют задавать, они вот и отличаются тем, что они честные, что интересуют и спрашивают. Вы знаете, ну, все равно же детей готовят, да, в школах, там, вот, там, задайте вопрос, но дети, как правило, да, они задают те вопросы, которые их действительно интересуют, они, дети наши не умеют врать, не умеют преклоняться, да, там, или... И они задают честный вопрос, ну, различные вопросы задают, касаются даже, там, учебы, какие-то там занятия спортом, что посоветуете, каким спортом заниматься, я вот там планирую. Каким-то детским планом не всегда же суждено быться, да, кто-то хочет стать военным, станет космонавтом, кто-то, наоборот, кто хотел стать космонавтом, станет хорошим поваром. Если мы переходим сейчас непосредственно к военной службе по контракту, как сейчас туда попасть? Потому что, насколько я знаю, что к контрактникам предъявляются определенные условия, далеко, в общем-то, не всех туда берут. Какие сейчас предъявляются требования к кандидатам? Сейчас в условиях проведения спецоперации требования к контрактникам у нас сильно упростились. Это мужчина от 18 до 60 лет, по наиболее востребованным специальностям до 65. Ну и, конечно, смотрим на состояние здоровья. Сейчас в Хабаровском крае у нас организовано прохождение медкомиссии совместно с Минздравом в течение одних суток. То есть все в одном месте в течение одних суток. Два пункта отбора на контракт действуют в Хабаровском крае. Это в городе Хабаровск и в городе Комсомольск-на-Муре. Также создан сайт Доброволец-27, где на любой вопрос можно получить ответ. Или обратиться в военный комиссариат по месту, где вы стоите на воинском учете. Вот вы сказали по наиболее востребованным специальностям. То есть, смотрите, если человек хочет пойти на военную службу, что ему нужно сделать? Может быть, что ему нужно подтянуть в гражданской жизни, чтобы иметь возможность выбора? То есть, может быть, он хочет в какое-то конкретное подразделение? То есть, может быть, он хочет освоить какую-то конкретную специальность? То есть, ну, не знаю, стать вертолетчиком, если не получится, может быть, еще что-то. Есть ли такая возможность? То есть, возможности выбора подразделения или еще чего-то? Возможность выбора есть, но в первую очередь мы смотрим. Если человек проходил уже службу в вооруженных силах по призыву или по контракту, он имеет военно-учетную специальность. Мы стараемся предложить ему ту должность, по которой он уже имеет определенные навыки. Если человек не проходил военную службу, то он сначала направляется в так называемый полк резерва, где в течение 30 дней с ним проводится подготовка по специальности. Именно то, чем он будет заниматься на своей должности. Если это наводчик-оператор танка, он 30 дней готовится на должность наводчика-оператора. Если это пулеметчик, он готовится 30 дней на пулеметчика. И даже если это медик, потому что оказание первой медицинской помощи в условиях боевых действий немножко имеет специфическую направленность. Даже с медиками проводим отдельные занятия в течение 30 дней, где у них есть навыки, но мы им более навыки применимы к ведению боевых действий в военной медицине. На сегодняшний день какие специальности военные наиболее востребованы? Кто нужен? Сейчас мы знаем, что в рамках решения президента об увеличении численности вооруженных сил формируются две новые армии, поэтому сейчас недостатка в должностях нет. Любые специальности нам нужны. Ну, конечно, как самые востребованные, это водители категории С, это артиллеристы. Есть ли возможность освоить специальность, которая потом пригодится в гражданской жизни? Что я имею в виду? То есть сейчас очень сильно развивается вот эта вся новая инновационная история, то есть управление дронами, да, ведение там боя с помощью беспилотных летательных аппаратов, может быть, даже там рой дронов и так далее. Вот с этой точки зрения есть ли такая возможность, чтобы потом человек пришел и имел уже очень востребованную, собственно, специальность? Потому что сейчас, ну, их не так много, качественных операторов дронов. Да, вы знаете, причем даже скажу больше, по поручению Михаила Владимировича Дегтярева у нас в крае начато производство собственных дронов. Уже первая партия в рамках оказания помощи вооруженным силам была закуплена за счет края. Это порядка 40 единиц, это была только первая партия. На базе ДСА сейчас прорабатывается вопрос создания школы операторов дронов. И причем, как вы правильно сказали, дроны могут применяться, рассмотреть вот это применение дронов. Мы можем и в гражданской жизни, это сейчас жизнь не стоит на месте, мы все развиваемся. Это очень сейчас востребовано. Все, что касается какого-то мониторинга площадей, борьбы с теми же браконьерами, доставки каких-то малогабаритных грузов, борьбы с пожарами. Сейчас и в гражданской сфере, да, это действительно очень востребовано. И поэтому все поручения главой субъекта уже дал. Ну, то есть получить такую специальность реально? Да, реально. То есть, в общем-то, человек будет. Причем на базе 392-го учебного центра Восточного военного округа уже открыт такой класс подготовки. За счет бюджета края были закуплены все необходимое оборудование. И уже месяц готовим мы специалистов для вооруженных сил. А на базе ДСА уже, как я уже сказал, выше поручения главой субъекта даны. Сейчас вот прорабатывается вопрос, где мы будем готовить и гражданских специалистов в том числе. Ну, все знают, что зарплаты на СВО достаточно высокие. Но помимо зарплат, какие преференции получают военные? Вы знаете, вот почему-то не говорят всегда об одной важной вещи. Вот хочу напомнить, да, что при поступлении на военную службу с первого дня военной службы по контракту нашим законодательствам предусмотрено обеспечение жильем. То есть или это служебная квартира на время прохождения службы в натуральном виде представляется, либо платятся денежные компенсации за поднаем жилья. Причем достаточно серьезные выплаты. Например, семья из трех человек в Хабаровском крае получает ежемесячно дополнительное к денежному удовольствию, военнослужащий, 27 тысяч рублей. Ну, чтобы можно было снять квартиру. За 30 тысяч, ну, в принципе, можно снять квартиру, да. И вот почему-то об этом редко говорят. Вот поэтому мы и говорим, да. На самом деле для членов семей военнослужащих, для детей участников СВО у нас в крае, наверное, один из самых огромных пакетов, предоставляемый вот этой помощи. Вот на сайте Доброволец27 можно более подробно. Я хочу остановиться на более таких значимых, да. Это единовременная выплата детям при поступлении в высшие учебные заведения 50 тысяч рублей. Это оказание помощи там по доставке дров, по какому-то ремонту. Вот участникам СВО у нас правительство края, да и администрация города Хабаровска, и вообще главы всех районов, знаете, очень всегда руку держат на пульсе. Вот что касается жалоб вот именно таких или обращениями за помощью, очень огромные. Вот на сайте можно подробно ознакомиться. С точки зрения выплат непосредственно военным, у нас есть и на временные выплаты федеральные, региональные. Региональные, да. И плюс еще, да, вот у нас предусмотрено детям, да, там компенсация, бесплатное питание в школах и детских садах. Плюс еще есть на уровне муниципалитетов приняты дополнительные меры в зависимости от проживания участника СВО. Ну, то есть человек, уезжая на СВО, может, в общем-то, не волноваться о своей семье, ей помогут. Вы знаете, это, наверное, вот забота членов семьи, участников СВО у нас в крае, это, наверное, первоочередная задача. Все остальное можно отложить, сделать немного позже. Но все, что касается поддержки семей участников СВО, это первоочередная задача, и всегда об этом говорится, и всегда она в первоочередную выполняется. От каких все-таки цифр стартует зарплата военного на СВО? Минимальная зарплата военного на СВО 213 тысяч рублей в 100 лет. Это минимальная сетка простого обычного стрелка со званием рядовой, не менее 213 тысяч. Если это офицер? Если это офицер, это уже от 250 и выше, в зависимости от занимаемой должности. Еще я знаю, что непосредственно уже на поле боя есть определенные выплаты за успехи, то есть за леопард, миллионды, да, есть такое? Да, есть такое, да, и причем выплачивая в течение трех дней, да, у нас за каждый день ведение активных боевых действий, то есть это те люди, которые на самой передовой находятся, будь то это наступательные, либо оборонительные действия, ежедневно выплачивается 8 тысяч рублей. Вот это вот активным участникам именно боевых действий, да. Также предусмотрена у нас премия за уничтожение техники противника. Например, БМП, это 50 тысяч рублей. Как вы уже сказали, тоже танк «Леопард», наверное, за ним охотятся все, это миллион сразу. Ну, то есть получается, что, в общем-то, такая еще дополнительная мотивация уже непосредственно там, то есть это интересно, да? Ну да, ну да. Все-таки все мальчики, в общем-то, такая игра. Ну, скажем так, что удачливый противотанкист может дополнительно еще 1200 в месяц зарабатывать, уничтожая технику противника. На сегодняшний день какой спрос, скажем так, на службу по контракту вы видите? То есть что люди говорят, когда приходят, подписывают контракты? То есть... Вы знаете, несмотря на такие вот большие выплаты, да, самое интересное, вот общаясь на пункте отбора по контракту с нашими добровольцами, которые приходят, движет им в первую очередь, наверное, чувство патриотизма, понимания того, да, что сейчас страна без тебя не выполнит поставленные перед ней задачи. Есть, конечно, какой-то процент, которые там из-за денег приходят, но 99% наших жителей Хабаровского края – это те люди, которые приходят осознанно. Те уже, как правило, состоявшиеся взрослые мужчины, которые приходят осознанно. Ну что ж, я вас благодарю за беседу, спасибо, что нашли время, пришли к нам. У нас в гостях был Сергей Евлампиев, Герой России, военный комиссар Хабаровского края. Это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш телеграм-канал, если что-то пропустили, все материалы и этот эфир можно посмотреть на нашем сайте. Я, Виктория Зыкова, прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова